Все началось с телефонного звонка, в котором неизвестный мужчина, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил пенсионеру тревожную новость. С его счета кто-то пытается снять деньги. Служба информации нам выдавила, что он поступает с вашей заявки по всем банкам, с ваших данных, пытается снять деньги. Нам нужна ваша помощь, чтобы выработать ваш кредитный лимит. Короче, вот такой с этой стороны, я не ожидал отсюда подвохов. Мошенники, окончательно запутав пенсионера, сообщили о том, что ему нужно обнулить все кредитные лимиты в банках, а деньги перевести на один счет. Ну, там звонок. Так, ну давайте начнем. Вот вы так, там находитесь. Заходим, телефон наш не выключайте, вожу телефон в карман, я убежден на самом деле, что это все нормально. Под диктовку мошенников пенсионер на такси объехал несколько банков, которых на свое имя оформлял и получал кредиты. Полученные суммы переводил через платежный терминал на якобы безопасный счет. Фактически же все деньги, а это ни много ни мало более одного миллиона рублей, поступали на счет злоумышленников. Я по-честному брал на себя эти кредиты, они просто вот мной руководили, я как в марионетке в их руках открутился. Мошеннические действия в сфере компьютерной информации остаются самым популярным способом совершения преступления. Граждане продолжают верить злоумышленникам и игнорируют профилактические советы, которые регулярно дают полицейские, как при личных встречах, так и через средства массовой информации. Полиция в очередной раз призывает не вступать в разговоры с незнакомцами по телефону, если не касается денежных вопросов и тех вопросов, которые связаны с банковскими картами и счетами. Немедленно проведите разговор. Перезвоните сами на горячую линию банка, номер которой указан на обратной стороне карты. Настоящие банковские работники никогда не просят разглашения комиссиальной информации. Будьте бдительны. Не сообщайте данные карты, не называйте паролей и кодов из СМС-сообщений. Продолжение следует...